Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Вы знаете, ребята, посмотрела вот эти многострадальные стримы очередные, да, по поводу того, что закрывают YouTube, то есть как Лёлька опять-таки провернула вот эту аферу, как опять-таки она развела хомяков, кинула вот эту замануху, которую, типа, да, уже везде сообщили, что 4-го числа закрывается YouTube, и, возможно, это наша с вами последняя встреча, и у вас опять-таки есть уникальная возможность мне помочь. То есть вот, как всегда, Лёля очень любит преподносить информацию, да, к своим очередным сборам. Вот в последний момент критика, если вы сейчас не поможете, будет капец. То же самое произошло с флешмобом. Пошла трагедия, закрывают YouTube, это мои последние выходы, срочно помогите мне закрыть машину, или будет просто полный вах, а она никак не хочет отказываться от новой бибики. Вы знаете, да, ребята, сейчас как раз-таки в мире такое положение, что только и остаётся думать о Лёлином кредите. Но, походу, её аудитория далеко, недалёкие люди и думают именно об этом. Вы знаете, я понимаю, что Лёля для них перешла уже в ранг, да, чемодана без ручки, который и нести тяжело, но и выкинуть жалко. И здесь поэтому же люди идут принципу, да. Когда они собирали ей деньги, я смотрела и думаю, вот что в башках у этих людей. То есть скидывать по тысяче рублей только для того, чтобы кому-то помочь, да, выплатить кредит, для меня это просто за гранью. По той простой причине, что, согласитесь, я родила детей, но я не думала, я завела коров, и я опять-таки не думала, то есть я это всё делала, а расхлёбываетесь вы. Точно так же, как и кредит. Вот вы настояли, я его взяла, опять-таки не рассчитала свои силы, не думала о том, что завтра может что-то пойти не так, а вы теперь расплатитесь. Будьте добры за него, чтобы у меня осталась эта машина. И вы знаете, смотрю на Лёлю, что походу человек вообще не думает. Ей невыгодно думать и невыгодно заглядывать в завтрашний день. Но согласитесь, любой из нас человек всегда взвешивает все за и против. Любого кредита, любого какого-то шага, какого-то движения, мы это всё обдумываем со всех сторон, взвешенно принимаем решение. Стоит идти на этот риск, не стоит идти на этот риск. Но Лёле это невыгодно. Человек, живущий одним днём. Понимая, что есть хомяки, которым она выйдет, поплачется, пострадает, надо будет, на коленки упадёт, и, конечно же, достанут и дадут. У меня даже, ребята, такое ощущение, что они чувствуют свою ответственность, чувствуют, что они ей обязаны и должны. Когда она начала заикаться о том, что было бы здорово по соточке, а ещё лучше по тысяче, и эти рады стараться побежали листать эти тысячи и соточки, вот я думаю, неужели действительно люди не умеют расставлять по жизни приоритеты? Или что с этими людьми не так? Что с их ценностями, приоритетами жизненными не так? То есть что творится в их башках, что они считают действительно необходимым участие в чьём-то кредите? Простите, о чем думала Лёля? Почему она никак не планировала, да, что будет происходить дальше? Очень удобная позиция, жить одним днём и вот обвинить кого-то, да, детей рожала? Теперь расхлебайтесь. Корову завела, теперь расхлебайтесь. Кредит взяла и опять-таки расхлёбывайтесь, потому что вы же меня на это толкнули, да, и подбили. Следующий момент, ребята, который меня поразил, вот просто поразил, это когда начали донаты и слать с Украины. Мне хочется спросить, Украина, что с вами? Что с вами не так с вот этими какими-то неадекватными, нездоровыми людьми, которые в данной ситуации шлют Лёле бабло? Ребята, не потому что это, да, российский блогер, нет, а только потому что у нас сейчас столько людей страдает, столько людей остались без ничего. Беженцы едут людям, которые выбегали из домов в одних штанах, кофтах и футболках, в тапках. В сёла едут уже беженцы, и люди стягивают кто что может. Мясо, консервацию, овощи, одежду, одеяло, подушки, чтобы хоть как-то поддержать людей. А здесь смотришь, и Украина погнала щёлкать донаты. И вот думаю, что с мировоззрением этих людей? Может, это зомбаки какие-то переводят гривны. Ну вот что с этими людьми не так, да? Расставить приоритеты, помочь людям, у которых нечего одеть, нечего есть, или помочь Люле, которой всего лишь нужно заплатить кредит. И, кстати, эти вот какие-то полоумные, неадекватные люди даже не задумываются о том, что только 24-го числа Лёлька получила выплату с Ютуба, и дальше её получит. То есть она сделала вот этот, да, подготовительный фронт, что типа вот-вот закрывается Ютуб, срочно помогите. И они кинулись. Меня, ребята, это по меньшей мере как-то удивляет и действительно шокирует. Думаю, вот с какими ценностями и приоритетами живут эти люди. Видя вокруг себя страдания других людей, они их предпочитают не замечать. Они предпочитают конкретно понимать, что необходимо помочь маме десятерых детей. Ребята, простите, а чем отличается мама десятерых детей, например, от мамы, у которой трое детей? Ведь это Лёлин был осознанный выбор, и она каждый раз об этом кричит. Дальше началось, конечно, ещё веселее по поводу того, какая она труженица. Да, ребята, вот здесь я сидела, и у меня просто начал разбирать, наверное, какой-то смех. Почему? Потому что мне всё время хочется сказать, в чём заключается труд её. И она так и сказала, сегодня я буду снимать вам управу, я ещё и одна на хозяйстве. И при этом Лёля знает, что сразу полетят комментарии. Почему ты одна? Как же тебе тяжело? Будь аккуратна, не надорвись. Мне всё время хочется спросить, болезненная, на чём она может надорваться? Подоить одну корову или там две-три козы, покормить козлят? И когда Лёля кричит, я одна на управе, мне надо комбикорм тянуть, воду тянуть. Ребята, простите, есть взрослые дети, есть, например, тот же Алексей, который мог притянуть несколько вёдер воды, который мог притянуть несколько вёдер с зерном, который мог его пойти и спокойно надробить. Почему? Потому что люди, которые связаны с сельским хозяйством, они прекрасно понимают, что такое зернодробилка. И там, я не знаю, ребёнок реально справится с этой функцией. Я в воскресенье сливала ролик на YouTube, вы видели, как у меня Натанчик спокойно занимается дроблением зерна. Нет никакой опасности, нет ничего, тем более, если это под присмотром. И когда Лёля кричит, я сама, возникает вопрос, так тебе, значит, выгодно и удобно быть самой. Потому что нужна была бы тебе помощь. Тебе могли воду принести с вечера, да, чтобы рано утром не будить детей. Тебе могли зерно принести с вечера, поставить. Сено в кормушке можно было с вечера заготовить, но это при желании. Здесь же нет. Здесь нужно снимать контент и показывать, как она надрывается. Только на чём надрыв идёт, никто не может объяснить. Наверное, и сама Лёля не может объяснить. Ну и опять-таки тема вот этого расширения хозяйства. Это то, что меня всё время веселит, когда она рассуждает, что надо расширяться. Но при этом сама себе противоречит и рассказывает о том, что, к сожалению, коровы совершенно неприбыльный бизнес. Так вот, возникает вопрос, если это совершенно неприбыльный бизнес, какого хрена ты в него лезешь, да, и ещё больше загоняешь себя в минуса. Если завтра ты не знаешь, что ты будешь есть и как ты будешь жить. Нахрена тянуть лямку с неприбыльным бизнесом? И вообще, вы знаете, ребята, в моём понимании это какой-то даже не альтруизм, а дебилизм. Ну вот согласитесь, тяжёлый надрыв идёт. Лёля рассказывает, уже спина прям болит. Вот один раз пошла на хоздвор и уже всё, надрыв спины пошёл. При этом, да, ты с этого не зарабатываешь. Не можешь это вывести даже на уровень какой-то самоокупаемости. Сама кричишь о том, что яйца продаются редко, молоко продаётся ещё реже. Так вот, возникает вопрос, а для кого вот эта пыль в глаза? Для кого это всё совершается? То есть, ради какой цели и идеи? Если ты даже заведомо знаешь, что и в перспективе ты с этого заработать никогда не сможешь. То есть, знаете, это какое-то, ну, действительно, какое-то самоубийство, что ли. Ходить вот таскать тачки с навозом, воду, да, тюки с сеном. Просто так, за какую-то иллюзорную идею. И заведомо знаешь, что это проигрышная идея. И вот здесь я не понимаю хомяков, которые слышат это. Может, они просто картинку смотрят, а не слышат. И при этом всё равно, да, поддерживают её в каком-то развитии. О каком развитии идёт речь, если человек сам признаёт, что это утопия, это невыгодно и неприбыльно. Но при этом ещё и переживают за Сергея Петровича. Где же он делся? Ну, как сказала сама Лёля, не может она сейчас рассказывать ни за Сергея Петровича, ни за Сашу, ни в том аноморальном состоянии. И опять-таки, не забывайте, всю эту проблему ещё необходимо проработать с психологом. И тоже интересный момент. Бабла нет, но психолога Лёля посещает регулярно. Не может она себе отказать психологи, потому что сейчас откажется, и завтра уже в двери надо к психиатру будет стучаться. Столько трудностей на неё наваливается, да, навалила. Ну и началось, поддержите, чем могите, но ещё лучше материально. Вот если финансово, это вообще будет идеальный случай. И вот смотрю на неё, да, когда они кричат, хомяки, какая Лёля-труженица, и как она много делает для своих детей. Ребята, может быть, она и много делает для своих детей, она не делает самого главного для своих детей. Она не хочет начать зарабатывать и жить самостоятельно, и рассчитывать на собственные силы. И в этом виноваты вы. Вы её развратили. Вы создали вот это нечто, то, что создали. Человека созависимого, как наркоман уже какой-то на 100% от этих донатов. Уже весь её, да, вот этот шик, блеск, да, вот эта пыль в глаза о том, что я успешная женщина, лопнул, как мыльный пузырь. Давным-давно. И уже доказано, да, самой Лёле, что она ничто без Ютуба. И вы её развратили. Человек, который понимает, что завтра нечего будет есть её детям, будет рвать подмётки под собой для того, чтобы придумать, как зарабатывать деньги. Лёля даже не заморачивается. Она понимает, что есть лохи, которым вышел, поплакал, и они листанули. Ну и больше всего, ребята, на этом стриме меня удивило, когда Лёля сказала, простите, я с коровника, нужно переодеться. Стриптиз, конечно, не обещала показать, но шмотки, как в этом, в основном инстинкте, или, по-моему, не помню, как второй фильм называется, с кимбессенджера, она там начала, типа, швырять, типа, стриптиз. Меня удивило, Лёля, что такое, зачем переодеваться, ведь у тебя там всё настолько стерильно, сколько времени ты нас убеждала, что после хоздвора ты спокойненько садишься за руль и в этой одежде чапаешь. Она не источает никакого запаха, потому что коровники у тебя благоухают духами, точно так же, как и животные. То есть здесь смысл был переодеваться, для меня остался непонятным. Но Лёлька всё-таки, наверное, почуяла дух манать себя и поняла, что всё-таки животные пахнут, и необходимо переодеваться. Вот этот момент, ребята, точно так же я улыбалась, как она в розовой куртке, да, вот этих в своём пуховике, в принципе, который достаточно свеженький, начала таскать телят. Почему такое отношение к тем же шмоткам? Потому что если бы Лёлька реально заработала своим горбом, да, на эти тряпки, она бы понимала ценность этим деньгам. А так как они на халяву заходят, ну почему нет? В лишний раз облапошила хомяков, посидела, бла-бла, два часа поделала и поехала, купила 3-4 пуховика новых. Поэтому человек и не заморачивается. Но вот этот момент с переодеваниями, ребята, меня потряс за всё время, что я наблюдаю Лёльку первый раз, когда она переоделась. Поэтому делайте выводы, нет никакой стерильности и животные всё равно пахнут, как бы вас не пытались убедить в обратном. Ну и, конечно, Лёлька поведала, что даже бы за миллион рублей не показалось стриптиз. Лёля, не зарекайся, неизвестно, что будет дальше. Может быть, и до стриптиза дойдёт. Потому что ты же сама сказала, ради детей ты пойдёшь на всё. Мало ли, вдруг завтра хомяки откажутся донатить и будут донатить конкретно за стриптиз. Поэтому никогда не говори никогда. Буквально ещё 2 года назад ты тоже кричала, что ты никогда не покажешь детей. А тут бац, и дети в экране. Поэтому в твоём случае зарекаться ни от чего нельзя. Ну и дальше какой-то наивный человек, ребята, начал просить у Лёли стримы с первого этажа, типа с телефона. Потому что, понятно, компьютер туда-сюда таскать никто не будет. Но это действительно наивный человек полагать такое. Потому что с телефона не поставишь никогда строку доната. А Лёля без доната с вами пустые бла-бла делать не будет. Ведь она тем более чётко объяснила, что когда-то были стримы с коровника, с телефона. Но там почему-то никто не донатил. Люди до сих пор не осознают, что она выходит не с ними поговорить. Она им говорит только то, что они хотят услышать. Она выходит конкретно заработать денег. И она видит чёткое настроение толпы. Она этим настроением манипулирует, прощупывает на каждом стриме, что сегодня хочет видеть зритель. Либо уверенную, весёлую женщину перед собой, либо рыдающую, стонущую Лёлю. И это она предоставляет зрителям. Такое маленькое шоу, за которое они платят за входные билеты. Поэтому вот эти наивные, какие-то глупые, недалёкие люди, которые думают, что она действительно выходит пообщаться с ними, хочется сказать, уймитесь. Эта толпа ей нахер не всралась. Тем более без бабла. Вот убедите Лёлю просто так бла-бла на протяжении двух часов сделать. Она вас пошлёт далеко и надолго. И как всегда расскажет, что это же в первую очередь её работа. Она должна быть оплачена. Ну и дальше нам поведала Лёлька о том, что со своим другом начали закидывать страйками обзорные каналы. Потому что не выдерживает Лёля наплыв такого хейта. Интересно, кого они закидали страйками, потому что ещё вот эту картинку общую я не видела. Но Лёлька уже грозится это сделать. Ну и дальше понеслось. Сколько, если 2 600 зрителей скинутся, нужно денег, чтобы закрыть кредит. А потом 26 тысяч. Ну в общем, конкретики никакой не последовало. Но если дадите по тысяче, будет просто здорово. Ну и дальше зашли темы огородов. Огородов по поводу того, что у Лёли их нет. И конечно же не будет, потому что некому этим заниматься. Ребята, вы знаете, здесь хочется отдельно отметить, я буквально там месяц или два назад на канал мужа снимала ролик. Да, вместе мы снимали. Почему мы не занимаемся огородами? Потому что мы достаточно зарабатывали, могли себе позволить, прям здесь не отходя от кассы в селе, я не знаю, там в ПГТ, купить овощей прям с полей и даже не заморачиваться. Но в этом году ситуация в стране складывается таким образом, что мы понимаем, необходимо засадить огороды. И вот представьте, многие из вас давно наблюдают за каналом моего мужа. Вы видели, как мы ложились на покосах, как мы ложились на заготовки сена, на пастбище коров. И в этом году, поверьте, мы еще вытянем тягло реально на огороды. Потому что благодаря тому, что есть помощник, это все как бы немного легче. И при этом мы уже взяли два участка. Я просто не берусь, чтобы не обмануть вас, обозначить сотки. Но это большие участки, я вам обязательно их сниму, покажу то, что мы будем засаживать. И не потому, что мы сейчас не в состоянии это купить, а потому что мы не знаем, что будет завтра. И мы хотим заготовить продуктов, то есть собрать урожай, заготовить мясо для того, чтобы как бы пережить этот период и возможно еще кому-то помочь, то есть кто будет в этом нуждаться. И когда Лёля говорит, я не могу, хочется сказать, Лёля, не бывает ничего невозможного. И когда понимаешь, что не вытягиваешь тягло, в лепешку разбиваешься. И когда ты понимаешь, что твоя семья от тебя зависит, падаешь, но это делаешь. То есть проще сказать, не хочу. Вот я всегда говорила честно, я не хочу заниматься огородом. А сейчас говорю, что у нас вынужденная ситуация такая, что мы будем им заниматься. Хотя мы не занимались посадками, ребята, но чтобы не соврать, наверное, около десятилетия. Ну может быть чуть меньше, не буду врать, а может 7 лет не занимались. Но факт остается фактом. А здесь, когда мама десятерых детей рассказывает, что я вынуждена покупать овощи, потому что не могу это сделать, возникает вопрос, а почему ты не можешь этого сделать? То есть что тебе мешает это сделать? Имея такое количество подрощенных детей. Нанял мотоблок, да, тем более у него самой есть мотоблок. Подготовил участок и вперед, вперед картошку посадили, семена посадили. При такой толпе людей это делается молниеносно. Тем более есть помощник, доплати помощнику, промотивируй человека, помочь тебе, найми дополнительных вот этих двоих Юрия Саныча, которые приезжают лошадку выгуливать. И всей толпой посадите один огород. Когда Лёля кричит, некому сидеть с Вероникой, а какого хрена Света приезжают? Веронику на Свету и айда, вперед заниматься посадками, обеспечить своих детей кормовой базой. Ну представьте, где реально огород, а где Лёля с кормовой базой, да, то есть какими-то овощами, какими-то заготовками. Конечно, оно и нахер не впало. Проще всего сидеть на эти, стынать и скулить о том, что вынуждена все равно тратить деньги. Не трать, бери, занимайся. Что тебе мешает? То есть, знаете, это тот человек, который упрекает других, что кто-то сидит ровно на жопе и ничего не делает, но при этом сама такой же и является. То есть, согласитесь, где труд, например, на огороде, да, кто с этим сталкивается, понимает какой это каторжный труд. И я всегда об этом говорила. И где, например, была была на камеру на протяжении двух-трех часов, конечно. И при этом Лёля утверждает, как много она работает. Ну и потом Лёля рассказала, что, конечно же, хейтерам и обзорным каналам никогда не видать таких денег, которые шлют ей. Да, это факт из-за того, что они злые. Лёля, почему ты так переживаешь за обзорные каналы? Почему ты лезешь в чужой карман и считаешь? Я могу сказать конкретно за свою подругу. Я могу сказать за себя. Нет никаких донатов. Да, у многих блогеров нет никаких донатов в обзорных каналах. Да, возможно, там какие-то вот эти платные подписки. Ребята, я не в курсах, я этого даже не касаюсь. Но факт остаётся фактом. Лёля, не беднее тебя обзорные каналы. Ну, может быть, кто-то беднее. Да, я не все обзорные каналы знаю. Но, скажем так, большие каналы, но явно не беднее тебя. И никто так не ноет, и никто так не стонет, и не стоит с протянутой рукой, и не кричит «дайте, подайте, потому что без вас я не вытяну тягла». А монетизацию сняли со всех, независимо, с какой страны ты мира. То есть сняли не монетизацию, а рекламу не видит российский зритель. И от этого все русскоязычные каналы, украинскоязычные каналы, да, просто недополучают денег. Но при этом никто так не скулит активно, как ты. Ну и, конечно, понеслось за донаты на обзорных каналах. Ребята, я не смотрю все обзорные каналы, но, скажем так, те основные, которые я просматриваю, я ни у кого не увидела донатов. Поэтому Лёля очередная фантазия. А может, она имеет в виду казачку строгую, за их донаты речь, не знаю, она не уточнила. Но те обзорные каналы, которые я поглядываю, ни у кого не стоит строка донатов. Поэтому, Лёля, выдохни, но не все такие донатозависимые, как ты. Многие люди умеют либо жить по средствам, либо рассчитывать на свои силы. Стал меньше зарабатывать, значит, больше впрягся, нашел дополнительные источники дохода и все равно зарабатываешь. Поэтому, ребята, вот так вот как-то выглядит картина маслом. Конечно же, продолжение следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok